всем здравствуйте дорогие мои друзья и с вами любовь и мой мирок орхидей и сегодня мы с вами будем пересаживать нашу азиатскую орхидей к шерели она вот такую вот красавицу хочу вам показать потому что очень много вопросов задаете как и что с ними делать после того как они к вам придут и самое первое хочу вам сказать очень вас прям прошу даже об этом когда вы получите посылочку тем более сейчас уже на улице холодно ни в коем случае сразу ее не открывать когда принесете домой то есть принесли домой коробочку открыли саму коробочку и все дальше растение не разворачивать пускай все нагревается в комнатной температуре буквально час-два после того как вы их достанете из коробочки распечатаете вы их положите и пускай они у вас просто полежат отдохнут нагреются и если вы получили вечером орхидей кузнать но посылочку свою значит вы их пойти на следующий день утром вот и пересаживать можно будет еще только через день то есть растение должно постоять хорошо хорошо пропитаться напиться и если вы получили это утром значит можете напоить ее уже к вечеру но ни в коем случае не сразу так и вот эту вот красавицу мы с вами будем сегодня пересаживать такие у нее чудесные листья это размер 35 она у меня уже напилась я ее вынула из ее стаканчика пересаживать я ее буду вот в такой горшочек это дело я всегда так забиваю чтобы потом мне было удобней вот такой вот горшочек у нас на ножках и вот так вот он один в один вставляется давайте займемся пересадкой наших красавиц скоро все получат свои орхидей ки так вот этот вот мог чуть-чуть который с краешку снимается здесь я обязательно добавлю этот горшочек для чего я это делаю чтобы так было мучительно больно нашей красавицы попадать в другую среду чтобы она все-таки думала что она находится в той среде в которой она была то есть вся ее микрофлора она останется и она быстрее адаптируется подсох после того как я ее поила и уже не так хорошо освобождается орхидейка уже постояла у меня дома прошла все карантинные свое время хочу сказать что вот в этих орхидейках азиатских которые мы с вами получили я вам отправила никаких насекомых не обнаружено они прошли все сертифицированные получены документы ничего в них не обнаружено поэтому можем спокойно без всяких обработок химических их пересаживать я буду сажать в керамзит и циафлору вы можете сажать в том во что вы привыкли что вам удобно мои орхидейки все растут в циафлоре с корой что-то я никак не дружу меня устраивает грунт циафлора только единственное хочу как изначально я это делала экономить этот грунт то есть больше добавлять керамзита потому что как бы все равно грунт не дешевый хочу шик то очень много и хочется сажать их все в циафлору мне например и для этого думаю в чистую циафлору будет сажать их это очень жирно ну и как все знают что азиаточки любят попить поэтому старый листик думаю что циафлора не думаю а точнее даже уверена на сто процентов что циафлора будет для них самый подходящий грунт для пересадки самое главное правильно ей пользоваться то есть перед тем как вы хотите пересадить свою орхидейку вы циафлору должны хорошо хорошо промыть в каком-то друшлаке ситочки чтобы вся пыль которая находится в циафлоре чтобы она смылась и циафлора хорошо пропиталась водой и лучше это сделать за один день чтобы она чуть-чуть подсохла прям в сырую сырую циафлора как бы я заметила что вот когда ее сделаешь циафлору заранее за день она чуть-чуть подсыхает и как бы орхидейкам легче адаптироваться в полувлажном грунте они в очень сыром тут у нее корню сколько ну конечно орхидейка все равно еще не напилась вдоволь корнюшки не расправились хочу вам сразу сказать вы не торопитесь отрезать корни видите видите что они там какие-то суховатые не торопитесь если гнили никаких нету я ничего не отрезаю ну вот если здесь вот уже вот такой вот прям то я его конечно удалю сейчас посмотрим еще надо так вот этот нижний листик я тоже сейчас удалю он здесь не нужен да тут из-под корней то еще надо умудриться их вытащите листу речки а Хочется аккуратно сделать, чтобы не сломать корешочки. Ну, она тут так все переплела уже, что это прям даже невозможно сделать. Так, извиняюсь. Так, здесь мы в долине. И этот листочек я не буду трогать. Посмотрим, остановит она. Вот видите, у нас тут цветоносик. Вот он. Такой темно-темно-фиолетовый. Ну, вот как бы она его не остановила. Вот пока она у меня вот эту неделю, она его прям уже так хорошо вырастила. Посмотрим, как сильно повлияет пересадка на ее цветонос. Так. Сейчас мы положим нашу красавицу. Обработаем спиртом. Ножнички. И сейчас мы ей... Что-то я тут прям вот видела такое ненужное. До живого чуть-чуть вот эти вот сухие. Они больше были зажаты и высохли из-за этого. Корнюшки удалим. Ну, здесь вот хороший прям корень. А здесь вот был сильно-сильно пережат. Я не буду его удалять. Я сниму просто вот этот веламен, который мне не нравится. И оставлю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто бы что ни говорил, все равно орхидейка адаптируется к новому жилью, к новому грунту и какая-то часть корней все равно отмирает. И ничего в этом страшного нет, не надо орхидейку сразу в виде какой-то испорченный корешок сразу тормошить, пускай она сидит. И кто бы что ни говорил про циафлору, для меня лучше грунта нету. У меня прекрасно растут орхидейки в циафлоре, прекрасно наращивают корни и не понимают даже то, что их пересадили. То есть никакого ни стресса, ничего у них нету. Вот какие у нас тут корнюхи. Мыть я ее тоже здесь не буду, я не вижу в этом смысла. И я подготовила, нечаянно 3 оторвала. Подготовила HB-101, вот такой препарат. И вот налила чуть-чуть сюда водички. Вот видите какая кучка с этого огромного куста. И буквально капельку, две я добавлю в водичку. В водичке здесь буквально, наверное, чуть меньше стакана. И так, сейчас я уберу мох. Мох я выкидывать не буду, я ему найду применение потом. Он хороший, ничем не пахнет. Так, это спиртом. И вот так вот. Смочу губочку. И протрем две листочки. С верхней и с нижней части. Ну вот эта вот бирочка она сойдет потом, когда будете купать в ванной, она сама сойдет. Давай, красотуль, поворачивайся. Сейчас мы тебя посадим в домик новый. В начале месяца будет альбомчик Азия, предзаказ номер 3. Этот заказ придет зимой. Как наберем нужное количество цветов? Наберем в январе, значит закажу в январе. Об этом, обо всем буду писать вам заметочки. Наберем в феврале, значит в феврале будет заказ. Перед новым годом наберется нужное количество, значит закажем раньше. Для всех вас, дорогие мои друзья, у меня будет бесплатная передержка. Ну, скажу сразу, кто будет мне на дню и каждый день писать, как там поживают ваши орхидейки, для вас передержка будет платным, раз просто вот этот был заказ, просто невыносим. Поэтому наберитесь терпения и ждите. Вы прекрасно знаете, что я работаю одна. За неделю я отправила все посылочки. Их было больше 100 штук. Еще ожидается у нас отправочка. Все посылки я сейчас утепляю, поэтому не переживайте. Особенно у кого, кто на севере, им утепляю очень и очень хорошо. Сейчас девочки, кто получат, они это все увидят. Ну, вот такая тут у нас красота. Ну, что-то, может, где-то не заметила. Ну, вот как-то так. И теперь, господи, взяла, махнула, высыпала. Не могу не насвинячить. И вот так вот. Эту орхидейку, как ни сажайте, она все равно ляжет на один бок. У нее структура листа такая же, как у леодорки. Вот, то есть, они любят вот так вот на бок лежать. Поэтому, как вы ровно ее не сажайте, она все равно ляжет. Тут у меня вот керамзит. Всякие разные, мелкий и крупный, и дробленый. Это у меня осталось. Остатки все складывала. Ну, вот сейчас мы их используем. Вот так вот. Когда будете поить, в водичку тоже добавьте HB-101, или Эпин, или Циркон. Что-нибудь добавьте для того, чтобы растюшка. И добавлю от грецких орешков. Парочку. Как витамины. Все знаете, что скорлупеют в этой витамины. Поэтому пусть будет подпоркой. И вот у нас уже замоченная целфлора. Она уже подсохшая чуть-чуть. И добавляем ее сюда. Как видите, совершенно ничего сложного. Ничего страшного. Освободили аккуратненько ее от мха. Предварительно ее за день напоили. Дали отстояться, чтобы мох хорошо разбух. Корнюшки впитались. И он хорошо будет освобождаться. И вы не поломаете корни. Если вы будете сухой мох вынимать, он обязательно у вас весь сломается. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Я сейчас буду стараться ее ставить к окну так, чтобы цветонос пошел сюда. То есть, чтобы я смогла ее закрепить, как-то задержать. Либо чтобы цветонос опускался сюда. Пока не знаю, где она у меня будет стоять. Но как-то так. И теперь берем ее мох, в котором она пришла. И перекладываем вверх. Он потом сляжется. И будет такой защитной корочкой. Яйца флора не будет так быстро просыхать. И опять же, орхидейке будет казаться, что она не была пересажена и находится в своем старом домике. Кому интересно было и полезно это видео, ставьте лайк. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. У нас будет еще очень много интересного. Я покажу вам, хотя очень много этих видео на ютубе, но девочки просят. Покажу, как плести кашпо. Тоже научилась благодаря моей подписчице и Ирине. И она же у меня есть в друзьях-одноклассниках. Кто не состоит у меня в друзьях-одноклассниках, пожалуйста, добавляйтесь. Ссылочка на мою страничку будет под этим видео. Также у меня на страничке будет сейчас опять набор предзаказ азиатских растений. По весне будет по теплу ихняя отправочка. Ну, вот такая вот быстрая у нас посадочка получилась. И через... Давайте вынем, посмотрим, что у нас получилось внутри. Утопила бирочку-то. Умница. За что вытягивать-то надо? Ну, вот так у нас получилось. Видите, не сильно думаю, вам видно. Корнюшки видать. Не сильно плотно это получилось из-за того, что внизу керамзит. Вот такая вот у нас посадочка с вами получилась. И теперь я буквально дня через два-три просто проливом до первого горшочка налью водичку. И вот таким образом закончится весь мой полив. Когда водичка внизу уйдет вся, то есть орхидейка ее выпьет, денька через два я опять просто проливом по краюшку, опять подолью водички. И вот таким образом я в циафлоре поливаю свои орхидейки. Но азиатские орхидейки, я вам скажу, пьют очень много. Выпивают воду они очень быстро. Поэтому даже ничего страшного. Циафлора вот сейчас, пока у меня тут были отправки, пока привоз, пока туда-сюда. Вот. Они очень сильно у меня высохла циафлора. И ни одна орхидейка не пострадала. Ни у одной орхидейки не было вытянута циафлорой вода, как некоторые говорят, что циафлора забирает в себя всю влагу из орхидеи, когда пересыхает. Нет, неправда. Она все равно до такого состояния не пересыхает. Это надо ей стоять месяца два, чтобы она вот так в горшке пересохла. Поэтому никого не слушайте, а руководствуйтесь своими опытами, своими какими-то экспериментами. Пробуйте, находите для себя нужный вариант, который вам подходит. Да, циафлора дорогой, грунт, я не спорю. Но вот даже сейчас я ее не сэкономила на данный момент. Можно было буквально две горсти добавить циафлоры, а остальное положить к керамзит. И было бы практически то же самое, как и с циафлорой. Только вы побольше бы ее оставили бы на другие растения. Ну вот, на этом я хочу закончить свое видео. Сейчас я сделаю пометочку, когда я ее посадила, какого числа. И встретимся, когда будут какие-то изменения с этой орхидейкой. Пишите свои отзывы, кому интересно было. Спрашивайте, отвечу под этим видео. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Время. Пока-пока. Пока-пока.